доброе утро друзья 2 октября 2017 года значит что я поверну камеру на ту сторону то солнышко светит 17 года и завтра начинается прием заявок для участия в гринкарт лотереи а сегодня я подумал сделаю-ка я видео и назову его сколько стоит гринкарта почему мы так называем наше видео потому что это вопрос который очень часто задают конечно те кто в теме знают что вопрос это задают не люди которые хотели бы приобрести статус постоянного жителей сша что вообще говоря невозможно это просто некоторые такое сокращение для гринкарт лотереи да то есть когда говорят сколько стоит гринкарта то настоящий вопрос это во что обходится участие в лотерее гринкарт и на всех форумах на всех там я не знаю трибунах люди кричат включая посольство соединенных штатов вот и посольства в разных странах соединенных штатов они кричат бесплатно все приходи на наш веб-сайт и заполни формочку вот заполни и все и денег это все не стоит почему они кричат потому что есть масса ну то есть не то слово мошенников которые пытаются народ развести на предмет того что вот заполни форму на нашем сайте на а мы уже там дальше вот посмотрим что держится ну то есть как бы они представляют собой что-то официально так делать нельзя конечно ну то есть нет если денег не жалко дайте как кому-нибудь но в принципе это как бы абсолютный развод и если вы сейчас пойдете там погуглите но вот я последний раз это делал пару-тройку дней назад на первой странице результатов поиска на гринкарт лотерея там больше половины это был вот этот развод причем и три месяца назад там и пять месяцев назад когда было еще неизвестно состоится или не состоится лотерея вот это вот нынешняя 9 2019 уже там все писали что вот там мы принимаем заявки там вот вот заявки принять можно а будет ли лотерея неизвестно и они вот так что официальный сайт они вот как-то так ну но такого серьезного непосвященного человека я не хочу слов таких типа лох там или не лох но есть люди не в курсе знаете как бывает и вот на них рассчитано и людей не в курсе на самом деле довольно много я могу сказать что вот сегодня 2 октября и сегодня с утра я проверил а еще весь день впереди значит за сегодняшнее утро количество просмотров и количество подписчиков кстати тоже увеличилась эдак процентов на 50 по сравнению со вчера эти сезон начинаются какие-то большие массы людей вовлекаются и пошло и поехало знать как бы вот я помню что была такая борьба в отношении форума говорим про вес это как бы можно сказать самый главный самый большой самый полезный информированный форум такая конференция безусловно надо там быть и изучать и от искать ответы на вопросы так вот этот самый форум хотели грохнуть то есть если его пытались грохнуть но не 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 так успешно у них получилось но прямо вот когда эта вся лотерея началась розыгрыш это было несколько лет назад я был свидетелем и там несколько дней шла борьба искали защиту от этих dds атак и так далее то есть люди которые зарабатывают на этом тысячи долларов они значит не не пожмотились заплатили за то чтобы грохнуть этот форум потому что на форуме была информация реальная а их заработок состоит в том чтобы но реальной информации люди не знали я не знаю как дало ли им это что-то в деньгах но вот такой факт интересный то есть есть люди которые готовы заплатить за то чтобы вы не получили правдивой информации такая вот интересная история возвращаемся green card лотерея участие бесплатное конечно если вам повезет а кто-то скажет знаете вот выигрышный билетик вытяните скажет ой 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 жил себе горе не знал проблем не было его окна тебе да друзья вот такое бывает горе вы играете вы в лотерею и у вас пойдут расходы ну как всегда да значит на там фотографии надо будет опять сделать там на медкомиссию пойти надо будет какие-то визовые там сборы я не знаю я визы не получают поэтому как-то мне так детали неизвестно но это все описано то есть каждый ценник там известен полететь за визой там кому в москву кому в киев кому там еще куда знаете как бывает это все расход я уже не говорю о том что до сша доехать тоже надо и на первое время какие-то деньги тоже нужны даже если вы через неделю пойдете на волосы становиться там на пособие по бедности но все равно неделю прожить надо где-то прожить это это все деньги поэтому что ж тут скажешь да дело расходное друзья может быть может быть и не связываться если у вас как бы но нет и не предвидится вот так может быть и не надо и одолжить не у кого кстати вот я делал сюжет некоторое время назад о том что я боюсь соврать 26 процентов людей которые выигрывают green card ты не востребуют свой выигрыш больше больше чем каждый четвертый друзья потому что он сейчас играет а когда дошло до этого дела он говорит ой английского я не знаю а денег у меня нет а тот туда летишь сюда летишь чем кончится непонятно что я там буду делать непонятно и вот все эти вопросы которые в принципе неплохо бы задать но человек начинает задавать после и то есть это есть такое некоторые обижаются гает вот зачем играть если не знаешь ну вы знаете как все люди в этом смысле равноправны я бы не обижался так все нормально все путем все путем те 55 тысяч которые должны выиграть они выигрывают смысле не не то что они выиграть и могут может быть не придут а именно придут и получит свою визу и так далее все все визы будут разобраны независимо от того что кто-то не дошел так что они они не отняли у кого-то значит кто-то другой это все заберет дел такой а ну и напоследок раз мы и такое комплексное исследование проводим понимаете значит я тогда скажу еще что давайте я поверну вроде тенечко вроде солнышко сейчас на нашей стороне а я люблю смотреть на зрителя когда разговаривают так что еще скажу среди многих относительно не многих или относительно немногих способов иммиграции в сша легальный есть такой когда человеку дают green карту если он вложил в экономику соединенных штатов некоторые некоторую сумму денег есть другой способ где вы бизнес открываете эти вот я делаю бизнес я нанимаю людей я приношу как бы некоторую пользу таки стране и и экономики есть такой тоже но есть где чисто деньгами вот ты горишь вот у меня есть там миллион долларов есть места на территории съемных штатов где можно обойтись полмиллионами долларов вот я не знаю продал квартиру москве там вот у тебя полмиллиона долларов кладешь в проект эти проекты утверждены они заранее вам даны более того эти проекты не не забирают ваши деньги они там находятся некоторое время то есть не знаю говорят люди которые понимают говорят что это может быть там пять шесть лет может быть даже семь лет пока вы сможете вернуть оттуда свои деньги ну или скажем так то что от них осталось а может быть даже не приумножается как бы по идее проекты коммерческие должны даже приумножаться денежки там но такой способ тоже есть то есть буквально начиная с полмиллиона долларов можно заплатил пошел получил тут же green card у себя временную на себя на членов семьи то есть эти вот вы положили денежку из первого дня и вы и члены вашей семьи имеют право жить работать ездить куда угодно границу пересекать там и так далее и а потом еще вам деньги ваши и вернут да а green card ваш потихонечку из временной превращается в постоянную потом гражданство можно получать и так далее то есть в принципе надо сказать что такие вопросы за полмиллиона долларов решаются тоже но это совершенно не то что мы имели в виду давая название вот этому видео она немножко конечно я я заранее извиняюсь перед теми кто думал что можно прийти за 200 не баксов купить green card но друзья если вы в это верите то что ж теперь делать значит вы узнали что-то новое для себя это тоже дорогого стоит что вот этого кажется сделать нельзя и как минимум как минимум никакой специалист по разводу лохов больше не не может на вас рассчитывать потому что я предупредил вас и вы знаете как это работает так что я на вашем месте не обижался а только радовался потому что раз у вас есть этот интерес то стало быть кто-то нашелся бы кто бы им воспользовался с тем чтобы вас как бы вашим интересам злоупотребить а мы не такие друзья не хочется говорить очевидных вещей но очевидные вещи к сожалению это самые главные вещи это это то в чем люди совершают ошибки которые потом нельзя поправить эти может показаться что вот успешный это тот кто знает такие тонкости знаете на самом деле это успешно это тот кто не сыпется на на основах на фундаментальных и так далее и вот возвращаясь фундаментальным основам и к тому что я не люблю говорить очевидные вещи но это важно подписывайтесь на наш канал если вы конечно досмотрели до этого места что значит что вы интересуетесь вопросами миграции соединенные штаты подписывайтесь на наш канал и то о чем вы мечтаете сбудется с гораздо большей вероятностью нежели если вы не подпишетесь на этот канал вот это не то что я спекулирую а я поскольку уже статистика у нас большая так далее я в это точно говорю поэтому подписываемся ставим лайки и смотрим дальше у нас впереди большая программа счастлива и и и и